Магнитогорский театр оперы и балета провел официальное празднование своего 20-летия. Напомним, дата его рождения стала 29 февраля 1996 года. Причиной отсрочки юбилейных торжеств послужили подготовка и проведение любимого магнитогорцами фестиваля Вива-Опера, а также работа над долгожданной премьерой оперы Иоланта. После завершения этих важных проектов, труппа наконец решила заняться своим юбилеем, дав по этому поводу большой праздничный концерт. Аншлаги давно уже стали неизменной частью работы оперного театра. Не обошлось без них и на юбилейных торжествах, которые начались не с концерта, а с чествования тех, кто его приготовил. С совместным решением администрации города, руководством Магнитогорского литератургического комбината, вручается подарочный сертификат на рояль фирмы «Хофман». Подарки, благодарственные письма и почетные грамоты в этот день буквально велись рекой. От имени губернатора, парламентариев области, главы Магнитогорской и депутатов городского собрания их вручали солистам, оркестрантам, работникам пошивочных и декорационных цехов, вахтерам театра. Все они были отмечены за высокий профессионализм. А ведь всего 20 лет назад этот вид искусства казался города чужеродным. И бывший дворец культуры, где разместился оперный, буквально чудом не стал каким-нибудь казино. Отрадно, что у нас в лихие годы приватизации не забылось. Вот даже вот это здание, да, немножко надо подремонтировать, но тем не менее оно стало служить искусству, а не стоит, ну, как рынок какой-то или еще какой-то другой объект. Появлению в городе театра оперы и балета Магнитка обязана бывшему ректору консерватории Александру Якупову. Открыв его, вопреки шквалу критики горожан, сомневающихся в нужности подобного учреждения, он учил хоровиков петь в оперной партии, музыкантов работать в симфоническом оркестре. Словом, становление было непростым, и после отъезда Якупова в Москву театр был близок к закрытию. Переломить эту ситуацию смог новый директор учреждения Илья Кожевников. В 2007 году он организовал первый в городе международный фестиваль Вива-Опера. Став традиционным, он ежегодно собирает мастеров оперной сцены из России и Италии, работа с которыми дала мощнейший толчок для развития магнитогорских солистов. Мне кажется, полностью все изменилось, и я изменился очень сильно. Тогда я был все-таки больше народник, баянист, который поет в хоре. Сейчас я вокалист и артист, но это уже точно, потому что столько спето, столько сыграно, уже сомнений в этом нет. В том, что оперный встал вровень с другими театрами магнитки, сомнений нет и у жителей города, среди которых сегодня появилось огромное количество поклонников этого вида искусства. Театр очень на хорошем уровне, и с удовольствием ходим, слушаем. Очень хорошо поют, молодцы, очень хорошие голоса. Я была в других городах, причем за границей, в опере, и я бы сказала, что уровень очень хороший. На каждый спектакль, на каждую премьеру я всегда хожу и получаю просто потрясающее удовольствие. Это праздник для всего-всего города и для всех наших зрителей. Гала-концерт, данный магнитогорским оперным по случаю своего юбилея, действительно стал праздником для всего города. На нем прозвучали не только любимые горожанами Арии из оперы «Оперет», но и были показаны капустные номера коллег по цеху. Самым запоминающимся стало выступление актеров театра «Буратино». После шуточной попытки изобразить оперное пение, собратья по театральному цеху пожелали юбилярам переполненных залов и финансовой поддержки на всех уровнях.